Слава Богу, дорогие братья и сестры! Дабы не обкрадывать почтенного нашего гостя, я постараюсь уместить свою мысль максимально сжато и максимально доступно, или максимально понятно. Потому что в любом случае, в другом случае, если вы не поймете, о чем я здесь говорил, мне сюда не надо было выходить. Поэтому начнем. Итак, Бог создал человека как социальное существо, то есть для общения. Когда людей больше, чем один, тогда происходит общение, которое перерастает во взаимоотношения. Это может быть взаимоотношение между двумя людьми, в семье, в церкви, в обществе, в стране, этническое, расовое и так далее. Есть какой-то вид общения. В процессе общения неизбежно возникают конфликтные ситуации. Когда возникают конфликтные ситуации, всегда есть два пути решения. Первое, этот конфликт решить посредством диалога. Второе, решить этот конфликт посредством неповиновения или бунта, или может быть какого-нибудь восстания, революции и так далее. Если мы говорим о бунте, то бунт бывает тоже двух видов. Это тайный и явный. Сегодня я не буду касаться всех аспектов общества, семьи, может быть взаимоотношений между людьми или государством и его населением. Меня интересует отношение общества церковного, то есть общество или отношение людей в церкви. Как люди в церкви себя ведут. Это то, что важно лично для меня. Может быть вас интересует что-то еще. Так вот, бунт, если мы говорим о религиозном обществе или о обществе верующих людей, он бывает двух видов, как я сказал. Тайный, то есть когда человек просто уходит в подполье, или явный, когда человек открыто не повинуется каким-то вещам, которые ему не нравятся. Любой конфликт, абсолютно любой конфликт, работает по схеме, одной и той же схеме. Схема следующая. Я прав, а ты не прав. Если ты признаешь свою неправоту, конфликт исчерпан, я победил. Если же ты скажешь тоже, я прав, а ты не прав, тогда у нас будет столкновение интересов. Если ни один из нас не уступит, или если ни один из нас не пойдет на какой-то компромисс, чтобы решить этот вопрос, получится бунт. И вы знаете, если мы будем искренне сами с собой, когда я не повинуюсь, тайно или явно это не так важно, потому что в любом случае явно или тайно это видит Бог. Просто когда явно это еще видят люди, когда тайно это только видит Бог. Но в любом случае, когда я не повинуюсь, работает принцип моего эгоизма и моей гордости. Как я говорил, я прав, а ты не прав. Поэтому, когда спрашиваешь у человека по принципу, почему ты, например, не был в церкви, он вам скажет, не было времени, у меня сильно болела голова, у меня маленькие дети, у меня вырвалось что-то, у меня что-то не получилось, у меня спустило колесо, у меня отпал задний бампер, что угодно он скажет вам. Но в сердце у него будет просто один ответ. Я просто не захотел. Человек просто не захотел. Когда вы подвигаете или просите человека что-то сделать, он никогда вам не скажет, знаешь что, я не хочу ходить в церковь. Он так не скажет, только если он уже решил сказать вам и уйти окончательно. Но обычно люди так не говорят. У них обычно куча причин, почему они не сделали что-то, или почему они не выполнили, почему они не пришли, почему они не поддержали ту или иную инициативу, просто потому что там целый список. А самое главное, я не хочу. Вы знаете, что противовес или антоним слову гордости, это слово кротость. И кротости это слово гордость. Нам всегда хочется заступиться за себя, нам всегда хочется доказать свою правоту. И порой в этой правоте мы заходим так далеко, что мы скрываем истинные мотивы своего недовольства или своего неповиновения. Число 12 глава, там интересная история. Интереснейшая история. Открывайте, пока я делаю вступление. Число 12 глава. Мы будем читать всю главу. Она небольшая, но там интересно. Там, знаете, семейный междусобойчик, между людьми, которые управляют народом Божьим, но они все родственники, близкие. Старшая сестра, старший брат и младший ребенок в семье. Моисей. И вы знаете, вот как для родителей дети всегда остаются детьми, даже если маме 80, а сыну 60, он все равно ее ребенок, так и для старших братьев, наверное, я не могу судить, потому что у меня нету таковых, ни старших, ни меньших, но, наверное, для старших братьев младшие всегда остаются младшими. Интересно, что в Библии Бог очень часто выбирает младших детей в семье. То ли это Моисей, то ли это Давид, то ли это Гедеон, то ли это Соломон, но он берет не старших почему-то, он берет младших, потому что старшему и так полагается все. В любом случае, как бы там ни было, эти три человека, Аарон, Мариам и Моисей, управляли израильским обществом. Они вели его туда, куда сказал им Бог. И на каком-то этапе этого путешествия происходит следующая ситуация. Это число 12 глава. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Эфиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорит Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший и всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа в скинии, и позвал Аарон и Мариам, и вышли они оба. И сказал, «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно о невгаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истекла уже половина, истлела уже половина тела. И возопил Моисей Господу, говоря, «Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моисею, «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? Итак, пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам». Вы знаете, что интересно, что упреки в Библии встречаются часто. И буквально несколько дней назад мы рассуждали над 11 главой книги Деяния, где евреи упрекали Петра за то, что он пошел к язычникам и ел с ними. Когда мы упрекаем человека, возможно, нам кажется, что мы не упрекаем, но всегда есть вот эта вот частичка того. Когда мы упрекаем человека, мы это делаем по двум причинам. Или, точнее, есть две исходных того, что мы делаем упрек человеку. Первый – мы желаем, чтобы он поменялся. То есть, когда я упрекаю человека и желаю, чтобы он поменялся, я говорю, ты сделал вот так, вот так, вот так, это действительно факт, давай будем что-то с этим делать. У нас происходит диалог, я выслушиваю его, он выслушивает меня, мы как-то приходим к консенсусу. Второй вид упрека – когда я упрекаю человека, даже не рассчитывая на то, что он будет меняться. Вообще, мне не нужно, чтобы он поменялся. Если мне не нравится пастырь церкви, я его упрекаю, мне не нужно, чтобы он поменялся. Мне нужно его сместить, чтобы, допустим, занять его место. Если меня раздражает руководитель какого-то служения, мне не нужно говорить ему какие-то советы, чтобы он поменялся. Мне хочется сместить его, потому что я вижу себя на его месте. Это второй вид упрека. Когда евреи упрекали Петра, они хотели узнать, почему он так сделал. Он пришел, объяснил им, все это дело закончилось тем, что имя Божье было прославлено. Но здесь мы видим, что Аарон и Мариам не до конца искренне. Они упрекают Моисея непонятно за что. Сначала это жена Эфиоплянка, потом им не нравится, а действительно ли только с ним говорит Бог. Им не нужно, чтобы младший брат поменялся. Они даже не выставляют требования. Окей, а если бы он отпустил Эфиоплянку, и что бы было? Они бы успокоились? Нет. Потому что корень, они хотят возглавить поход или выход еврейского народа в пустыне. Поэтому их упрек основывается на гордости. Мы старшие в семье, мы также ходим с Богом, мы тоже лидеры народа. И младший брат руководит нами, руководит народом, делает, что ему нужно. Неужели только с ним говорит Бог? Вы знаете, что интересно, что в наших спорах, когда такие происходят, а давайте будем искренни, такие происходят довольно часто, когда мое мнение упирается в твое мнение, и мы оба сталкиваемся в центре, и никто никому не уступает. Проблема заключается в том, что за нас, подобно Моисею, часто не вступается Бог. За него не вступается, за меня не вступается, и все, на что нам приходится уповать, это на свои силы. Я тебя переубежу, я тебя дожму, нет, это я тебя дожму, я тебя сдвину. В конечном счете, мертвая точка, стоим в одной точке, ни я, ни он не уходит, конфликт не решается. У Мариам и Аарона было желание, стремление к лидерству. Они хотели занять главенствующую позицию. Вы знаете, вот это вот пренебрежительное отношение к младшим детям в семье, порой это бывает у родителей и к детям, когда кажется, ну, знаете, вот в физической жизни все идет по возрасту. Человек один растет, стареет, мы не можем остановить. Вот единственная разница между духовной жизнью и физической, что духовную мы можем остановить в любой момент. Мы можем умереть в любой момент. Мы можем перестать питаться духовно в любой момент. В физической жизни процесс роста и старости, он неотвратим. Хотим мы или нет, но мы все постареем. Или войдем в возраст осени, или войдем в какой-то период такой, когда мы уже не в тех силах, как мы были. В духовной жизни я могу все начать и закончить очень быстро. Ну, в зависимости, если вы верите, что так происходит. «Гордость всегда скрывает истинные мотивы». Как я говорил вначале, почему ты не пришел в церковь, потому что... И я выдвигаю целый список. На самом деле, просто я не согласен, мне не нравится, я не приду. Знаете, я не говорю сейчас о том, что что бы ни происходило в церкви, всегда нужно молчать. Нет, и не к этому я призываю. Я говорю к тому, что когда мы делаем замечания человека, мы же внутри знаем, с какой целью мы это делаем. Просто потому, что я хочу, чтобы человек поменялся. Или я уже не вижу его здесь, я уже ничего не вижу, я просто хочу гнуть свою линию, стать во главе движения, быть там кем-нибудь и двигаться вперед. Мне не нужно измененное сердце какого-то человека. Мне нужно, чтобы этот человек ушел с пути. Вот это то, что нужно было Мариаму и Аарону. И гордость всегда выдает желаемое за действительное. Неужели и с нами не разговаривает Бог? Я тоже Вадим Духом Святым. В чем дело? Почему только Моисей? И Бог им объясняет, почему Моисей. Потому что говорит, я с ним не в гаданиях, не в видениях общаюсь. Я с ним общаюсь лицом к лицу. Они это знали. Они это видели. Они это чувствовали. Но знаете, перед лицом народа, когда происходит вот такое вот, кто же скажет, что я просто хочу власти? Я просто считаю, что я лучше, чем Моисей. Так никто не скажет, потому что, знаете, люди за мной не пойдут. Если я просто скажу, что я лучше, за мной никто не пойдет. Мне нужно выдать духовный мотив, почему я начинаю вот это вот движение, почему я негодую, почему я бунтую. Основываясь в корне, лежит моя гордость. Просто я считаю, что так будет лучше. В конечном результате якобы благородные мотивы, что церковь будет лучше, при мне все будет хорошо. Вы не обижайтесь, что я беру себя в пример. Просто я не хочу брать в пример других людей. Поэтому я лучше буду говорить о себе. Как бы там ни было, мы должны всегда понимать, что Бога обмануть невозможно, потому что Бог видит все. Все. И в данном случае Бог вступился за Моисея. Моисей не обманывает, написав, что он кратчайший из людей. Если бы Бог видел в сердце, вы знаете, вот эта притворная кротость, когда человек с таким притворным лицом изображает себя обиженного, а внутри там клокочет вулкан. И только дай ему возможность, этот вулкан выплеснется наружу. Он не выплескивается, потому что мне стыдно, что вы на меня смотрите, не дай Бог мне сейчас впылить. Но внутри он клокочет, и я хожу с таким смиренным видом, якобы смиренным видом. Бог действительно видел, что Моисей кратчайший. Он действительно видел, что Моисей смирился. И он ступился за Моисея. Мы же знаем, мы все с детства знаем, что Бог гордым противится. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Но я не могу быть смиренным, потому что мне хочется изменений здесь и сейчас. Мне хочется, чтобы что-то поменялось, когда мы говорим сейчас о церковной жизни, поменялось в церкви здесь и сейчас. В семейной то же самое. Мне хочется, чтобы мой авторитет в семье был здесь и сейчас. А то, что это нужно работать годами, что это нужно меняться самому, это уже вопрос десятый. Мне нужно здесь и сейчас, а здесь и сейчас нету. А мне нужно, а его нету. Я стукаю по столу, ничего не происходит. И в конечном счете происходит конфликт. Гордость – это самый большой враг духовности. Вы знаете, когда я говорю, что будет только так и никак иначе, я закрываю всякие пути подхода Богу. Кем была Мариам, вспомните, это пророчица. Пророк – это сосуд, через которого Бог передает свою волю народу, особенно ветхозаветний пророк. И вместо того, чтобы помолиться и попросить, Господь, дай мне слово, может быть, вразуми как-то, может, действительно, Моисей заблудился, как-то к нему подойти и, может быть, что-то сделать, она просто берет Иорона, и они поднимают открытое восстание. То, что здесь написано, что они втроем, почему сказано, вы трое выйдете. Скорее всего, там были свидетели. Возможно, они вообще устроили эту свару на глазах людей. Представьте, людям же что нужно? Хлеб и зрелище. Что может быть лучше, когда три лидера решают, кто из них главный? Он говорит, выйдите из среды. Они вышли, они стали отдельно. Гордость – враг духовности. С чем нам очень трудно смириться, как людям? Это то, что духовной революцией делает только Бог. Я не знаю даже следующих 30 минут своей жизни. Может быть, вообще внезапно остановится сердце. Но когда я делаю что-то, у меня долгосрочные планы, у меня перспектива развития, у меня какие-то вещи. Но духовной революцией делает Бог. Если Бог в какой-то момент избрал Моисея, Он ее избрал для какой-то цели. Но вспомните, что случилось, когда Моисей нарушил Божью волю. Он не вошел в обитованную землю. Аарон туда не вошел, Мариам туда не вошли. Бог все равно не попустит, чтобы человек нарушал его волю. И то, что нам кажется сегодня, что что-то может быть несправедливо, что-то может быть где-то не так. Помните, Бог видит все. И это очень интересно, что Божий человек, он не митингует, он молится. Это самое трудное. Самое трудное, когда не нравится пастор, за него молиться. Самое трудное, когда не нравится служителя, за них молиться слава самое трудное когда не нравится прославление молиться за лидеров за участников самое трудное когда не нравится человек за него молиться самое трудное молиться искренне вы знаете что опять-таки мы возвращаемся к тому что бог видит все мою неискреннюю молитву может быть даже пущу слезу за какого-то брата которого терпеть не могу бог не услышит эту молитву. Бог не услышит эти вопли притворные, потому что или я от всего сердца молюсь за человека, чтобы он изменился, или я просто зря на воздух произношу какие-то слова. А Павел говорит, никакого слова нет без значения. Нам с этим трудно смириться, потому что мы живем в теле, и не у всех дух превозмогает плоть, а чаще всего плоть превозмогает дух. И по-плоцки это правильно, вызвать обличить, укорить, наказать, расстрелять, что угодно сделать. Это правильно по-человечески. Но в духовном мире чуть-чуть по-другому. В духовном мире не происходит ничего случайного. Это в физическом я могу случайно зайти в какие-то двери. Это в физическом я могу случайно оказаться где-то. В духовном так не происходит. Потому что за всем наблюдает Бог. Глупости, грех, они шагают в ногу. Вы знаете, кто когда-нибудь смотрел парад, вот людей, которые идут не в колоннах, а в шеренгах, они все идут в ногу. Так вот, глупость и грех, они шагают в ногу в одной шеренге, не в одной колонне, не друг за другом, кто первый, кто дальше. Они шагают в ногу. В один ритм. Потому что глупость и грех, точнее грех, это и есть глупость. Понимая, что грех влечет за собой смерть, мы продолжаем грешить. Вопрос зачем? Чтобы жить. Потому что никто не хочет умирать, значит мы хочем жить. Но раз мы грешим, значит мы умрем. То есть мы делаем что-то, чтобы умереть, но очень сильно хотим жить. Это глупо. Это глупо не искать Божьей воли. Потому что Бог видел нас еще от утробы матери. Ни доброго мы не сделали, ни плохого. Мы еще не были красивыми, высокими или маленькими, но все равно красивыми. Мы еще не были в каком-то определенном возрасте. Мы не были вообще. А Бог уже нас видел. И это очень глупо. Восставать на Божью волю, пробуя поменять духовную атмосферу в церкви физическими методами. Я еще раз говорю, если это тайный бунт, он ничем не лучше открытого противостояния. Потому что перед Богом и там, и там сердце, которое не желает подчиняться. Потому что я знаю лучше. А если же вы все-таки решились на открытый бунт, не надо обманывать. Скажи честно, почему ты не пришел сюда, почему ты не сделал тут, почему ты не помолился за этого человека. Скажи просто мне все равно. Скажи просто, а так ему и надо. Скажи просто, тогда люди будут знать, что ты за человек. Бог же знает, что я или вы за люди. Бог же знает все абсолютно. Мы не обманем самого главного, которого мы почему-то пытаемся обмануть. Гордость делает изгоем. Когда я самый лучший, когда я самый умный, когда я самый способный, рано или поздно получается, что я становлюсь один. Вы знаете, Мариям была пророчицей, к ней ходили толпы людей за тем, чтобы узнать волю Божью. Но пришел момент, когда вмешался тот Бог, который должен был говорить через нее, и Он наказал ее проказой. И она была выведена за стан. Ее полностью выслали на семь дней. Она была лишена общения с другими людьми. Вместо того, чтобы возглавить многомиллионный народ, она сидела где-то на отдалении и, скорее всего, шкребла себя чем-нибудь, чесалась, потому что проказы — это не просто белый цвет на коже. Это боль, это свербение, это, возможно, испускание каких-то там гнойных веществ. Это не просто так, знаете, посидеть в белом цвете за станом. Тут ничего такого. Это действительно было больно. И за эти семь дней я верю, что Мариям переоценила свое поведение. Она переоценила и узнала, что такое Бог. Вы знаете, самое главное — отсутствие единства, оно тормозит дело Божье. Это мне сегодня кажется, что если я настою на своем, если я уберу все преграды, то то, как думаю я, сделает мою церковь самой большой, самой успешной, самой процветающей, надо, конечно, что-то делать. Максимум, что это сделает? Просто к разделению. И с одного целого получится две половинки. Четыре четвертинки, восемь восьмих частей. Получится просто моя семья, собирающаяся у меня дома. Получится что угодно, кроме благословенного дела Божьего. Потому что отсутствие единства тормозит дело Божье. Для того, чтобы быть единым, нужно иметь духовное единство. Для того, чтобы быть единым, нужно быть в общении с Богом, потому что один Бог, он будет давать мысли одинаковые в разумление людям, которые исполняют его волю. До тех пор, пока я не хочу слушать Бога, до тех пор, пока я просто хочу настаивать на своем. Все закончится тем, что Аарон говорит, господин мой. Он же только что хотел его сдвинуть, но он кричит, господин мой, пожалей ее. Господин мой. Он уже стал господином, вместо того, чтобы его сдвинуть. Духовную брань нельзя вести, опираясь на плоть и кровь. Вы не верите мне, перечитайте внимательно еще раз эту 12 главу. Духовную брань невозможно вести, опираясь на плоть и кровь. И если мне кажется сегодня, здесь и сейчас, что что-то не так, вместо того, чтобы рисовать плакат и поднимать его над головой, мне нужно опуститься на колени и помолиться Богу. И вы знаете, это не просто тяжело, это невозможно, если мне не поможет Бог. Потому что моя молитва будет никакой. Она просто будет, знаете, Господи, благослови, благослови всех, пусть все люди земли спасутся, в Африке все покаются, будут сыты, голодны, встал и пошел. Когда ты молишься за конкретную нужду, конкретного человека и берешь ее как свою, молитвы за одного этого человека тебе хватит на недели, на месяцы упорной молитвы, чтобы Бог поменял ситуацию. Сердце человеческое, мысли человеческие не меняются просто так. В одно время взял и поменялся. Это процесс. Легче просто хлопнуть дверью, легче просто закрыть, легче просто вспылить, легче просто что-нибудь сделать, вместо того, чтобы помолиться, подсказать, выслушать человека и помочь ему поменяться, а не просто вычеркнуть его из какого-то списка и сказать, все, больше никакого общения с ним не имею. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы понимали, что истоки любого, любого, подчеркиваю, любого, тремя линиями, пятью, как у вас в голове это фиксируется, подчеркните жирным, любого бунта, это моя гордость. Это не переживание за дело Божье. Это не волнение за рост церкви. Это не для того, чтобы возрастали люди во Христе. Это просто, чтобы я был прав, а ты оказался неправ. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы уходили от этого, чтобы мы бежали от этого, чтобы мы удалялись от этого, потому что моя правота приводит к моему гневу, а мой гнев никогда не сотворит правды Божьей. Аминь.